Решите уравнение. 2 в степени х квадрат равно косинусу х квадрат. Как обычно перед просмотром, попробуйте решить эту задачу самостоятельно. Заметим, что уравнение содержит функции, если так можно выразиться, разной природы. То есть мы не можем выразить показательную и тригонометрическую функцию друг через друга. А это значит, нам необходимо будет каким-то образом исследовать это уравнение. Давайте начнем с левой части. Показатель степени двойки, то есть х в квадрате, за счет квадрата всегда будет больше или равен нулю. Но тогда сама степень 2 в степени х квадрат будет больше либо равна, чем 2 в нулевой. Так как показательная функция с основанием больше единицы возрастает. А это значит, что большему значению показателя степени соответствует большее значение самой степени. Но так как 2 в нулевой степени это единица, то окончательно получаем 2 в степени х в квадрате будет больше или равно единице. Переходим к косинусу. Учитывая, что множество его значений находится в пределах от минус единицы до единицы, Делаем вывод, что косинус х в квадрате... Кстати, сразу напомню, что показатель степени относится только к переменной х. Вот если бы весь косинус надо было возвести в квадрат, то мы бы записали как косинус в квадрате х. А если в квадрат возводится только аргумент, то тогда пишут косинус х в квадрате. То есть показатель степени относится только к переменной х. Итак, учитывая множество значений косинуса, мы делаем вывод, что этот косинус должен быть меньше или равен единице. А левая часть уравнения, то есть 2 в степени х в квадрате, больше либо равна единице. То есть для того, чтобы эти функции были равны друг другу, нам необходимо потребовать, чтобы косинус х в квадрате принимал свое наибольшее значение, а левая часть 2 в степени х в квадрате должна одновременно с косинусом принимать свое наименьшее значение. Для того, чтобы решать такие системы, обычно решают самое простое уравнение и подставляют его решение во второе уравнение. Учитывая, что единицу можно записать как 2 в нулевой, у второго уравнения, учитывая взаимную однозначность показательной функции, основание степеней можно опустить, а показатели степеней приравнять. Получаем х в квадрате должен быть равен 0. Первое уравнение пока перепишем. Из первого уравнения получаем значение переменной х, равное 0. И теперь, если это решение первого уравнения удовлетворяет нашему второму уравнению, то это и будет решением нашей системы. Подставляем 0 во второе уравнение. Получаем косинус 0 в квадрате, то есть косинус 0 должен быть равен 1. Да, это верно. То есть значение переменной х, равное 0, является решением системы, а значит и решением нашего первоначального уравнения. Пишем ответ. Уравнение имеет единственное решение. Значение переменной х должно быть равно 0. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк, пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...